Социальные сети быстрее традиционных СМИ. Первыми сообщают о трагедиях. Один клик и информация доступна всему миру. Где что случилось, что именно вы видели. Но без справки редакторов и журналистов это не совсем новости. Часто такие сообщения не проверены и излишне эмоциональны. С ними стоит быть осторожнее. Теракты в Париже вполне предсказуемо вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Сопереживания, споры. Кто скорбит по погибшим правильнее всех. Дискуссия развернулась в русскоязычном интернете. Основная претензия. Мировые лидеры и люди сплотились вокруг парижской трагедии. Десятки тысяч пользователей сетей окрасили свои аватарки в цвета французского флага. Почему же мир молчал две недели назад, когда в египетском небе взорвался российский ланер? Тогда погибло больше людей. Почему им не сочувствовали всем миром? В ответ простые аргументы. Российские власти до сих пор официально не признали трагедию самолета Когалым-Авиа террористическим актом. В Кремле хранили молчание. Пытались убедить мир, что виной всему техническая неисправность. А федеральные СМИ выдвигали версии о причастности к теракту британских шпионов или сговоре между ИГИЛ и Вашингтоном. Возмущены и в Украине. Почему в Фейсбуке игнорируют потери на Донбассе? Может вместо французского флага лучше вешать на аватарке украинский? Возмущения украинцев и россиян вовсе не единичны. В соцсетях спрашивают, а как же теракт в Бейруте накануне Парижского? Что насчет расстрела христианского университета этой весной в Кении? И вообще звучит мнение, что Фейсбук наживается на трагедии. Американская соцсеть, мол, специально запустила акцию поддержки парижан, чтобы собрать данные пользователей для маркетологов и рекламодателей. Бизнес на крови. Все это для повышения доходов компании. Претензий столько, что администрация Фейсбука вынуждена оправдываться и вносить изменения в работу популярного ресурса. Оповещение о безопасности пользователей, запущенное в первые часы после парижских терактов, теперь будет действовать постоянно. Сообщение, что с вами все в порядке, можно будет отправить родным и знакомым в момент любой трагедии, неважно где и когда она случится.